здравствуйте мои дорогие зрители меня зовут ирина и вы на моем канале сегодня хочу вам рассказать как реанимировать вот такое вот растение ну или подобное я могу сказать сразу что здесь отсутствует точка роста я думаю что это сразу же очевидно да что здесь расти новые листики уже не будут и к тому же здесь еще и гнилая корневая система есть несколько зеленых корешков ну и кто-то скажет зачем реанимировать такое растение выкинь его в мусорку и все но я могу сказать что нет ничего невозможного и даже самые сложные случаи я себе беру и реанимирую такой пример я вам могу показать мне тоже подарили орхидейку у которой также отсутствует точка роста как можете заметить это же было полно гнилых корней я думаю что здесь все отлично видно что здесь были гнилые корни было также несколько живых но мы с ней уже нарастили кучу новых корней с точки роста конечно же новый листочек не пошел расти но зато есть вот такая вот замечательная огромная детка которая скоро уже даже обгонит мамку поэтому я хочу дать вот этой гнилой орхидейки новую жизнь а именно я хочу заставить ее вырастить замечательную детку теперь у нее будут все условия для того чтобы не гнить а чтобы наращивать корни и детку ну и кстати таких примеров восстановления у меня уже достаточно много также у меня есть вот такая вот орхидейка которая также без точки роста но как видите у нее пошла расти детка и это уже вторая ее детка первая уже такая большая и красивая сейчас я вам ее тоже покажу посмотрите на эту прелесть у нее уже полно корней как я ее восстанавливала наращивала и корни все эти видео есть на моем канале так что вот такой вот результат ну я думаю что здесь можно сказать что корни щеткой и все по моим видео так что вот такую замечательную детку я хочу получить из вот этой вот орхидейки не знаю какого она будет цвета но я думаю что она вырастет замечательную жирную детку и и мы с вами узнаем какого же все таки она цвета потому что детки они точные копии своих мамок начинаем лечение почему это произошло с орхидейкой мы конечно с вами уже не узнаем но нужно теперь получается действовать нескольких направлениях почему до могло такого произойти это вредители и неправильный уход от вредителей я эту орхидейку уже обработала обработала один раз это значит что еще через 10 дней будет обработка потом еще через 10 дней в общем должно быть три обработки с промежутком примерно 7-10 дней для того чтобы исключить именно вредителей и также неправильный уход это полив сверху прямо на орхидейку до попадания воды их причем когда прохладно и это все может загнить к тому же если вода попала и воздух помещений такой получается непроветриваемый стоячий то также может начаться загнивание именно точки роста шейки орхидеи если мы например обрыскиваем или даже попала нечаянно водичка в пазуху но при этом есть циркуляция воздуха и тепло никакого загоневания не будет поэтому здесь конечно могло сработать несколько факторов и вредителей неправильный уход потому что эту орхидейку ну содержали знаете так купили поставили стоит ничего с ней никаких манипуляций не проделывали не удобряли не обрабатывали от вредителей в общем ничего просто она стояла в офисе и все так что мы первым делом делаем нам нужно разобраться все-таки с точкой роста чтобы дальше этот пенек не гнил а именно давал нам где-то и первым делом я хочу обработать с перекисью водорода простая трехпроцентная перекись водорода так фокусируй вот я прям заливая вот точку роста здесь должно все прошипеть и перекись отлично убивает все вот эти вот споры грибков все вот эти вот бактерии поэтому пусть отлично это там прошипит и убьет все что нам не нужно так а именно лечением мы займемся чуть чуть позже когда перекись это прошипит и мы да там все очистим можно сказать что пока это первый этап самый самый первый когда нам нужно все там обеззаразить немножечко ждем во первых что перекись прошипела а во вторых чтобы все вот эти вот ненужные чешуйки они немножечко размякли поэтому буквально да на несколько минуточек я оставлю все в таком виде пусть немножечко это все размякнет чтобы легче было это все очистить и снять поэтому сейчас я отключусь буквально на пару минут а включусь будем с вами и уже зачищать опустила чуть штатив я думаю так будет видно лучше здесь уже все размякла видите все же с легкостью отходит если бы я на сухую начала бы это все отрывать она бы отрывалась намного намного хуже а вот когда уже это все мокренько особенно с перекисью водорода когда здесь все прошипела отходит все с легкостью и в главное самое да что отрывается прямо изнутри потому что вот этот листик он живой его травмировать я не хочу мне конечно же проще все чешуйки вот здесь вот просто пинцетиком аккуратненько зачистить и вытащить все что там есть и в глубине и вот и по зачищать убираем все черное пустые корни тоже убираем они нам не нужны так ну и получается прощупываем и естественно убираем все что гнило и сухое так вот можно даже видите вытащить из грунта и вот это все сухое огнило и конечно же убрать на что смысла это хоронить совершенно нет хотя вы знаете могу сказать что грунт не самый плохой который я мог бы быть здесь прям гляньте какие большие кусочки коры и присутствуют вот конечно есть и щипки прямо вот такие ужасные есть какие-то кокосовый какой-то торф по моему есть в общем здесь много всего интересного торф очень много мне кажется потому что просматриваешь то торфа много но радует большие кусочки коры так то что вот торчит сухое тоже я убираю совершенно не нужно никакого толку от этих пустых корней нету просто будут торчать и привлекать вредители которые захотят полакомиться вот этими гниющими корнями пересаживать орхидею без точки роста я не рекомендую лучше пытаться вырастить детку вот в таком состоянии как есть потому что лишняя травма корней при пересадке приведет к тому что орхидея просто погибнет да никакой детки вы не получите обычно такие орхидеи я оставляю в их родных стаканчиках но единственное что я максимально стараюсь убрать весь грунт от шейки чтобы максимально открыть для чего это делается на все для того чтобы во первых это все дышало и не гнило а во вторых когда начнет расти детка чтобы здесь все было чистенько и не мешалась и вот как раз таки тоже вот здесь отодвигая вижу здесь чешуйку на и также я ее сейчас и пинцетиком аккуратненько уберу и как расшейка будет дышать вот эти все черненькие кстати вот отодвигая грунт я не вижу торф стакана очень интересно возможно она даже там без него видите тут только грунт торф стакана нету вот в общем отодвигаем со всех сторон аккуратненько грунт принципе корней очень даже достаточно для того чтобы вырастить замечательную хорошенькую детку отодвигаем грунт при этом все стараемся чтобы вот здесь вот корни до которых хорошие живые они все-таки были укрыты грунтом чтобы они потом не сохли так уже на зачищенный пенек еще раз каплю перекисью водорода где-то может быть при удалении до чешуйки открылась какая-то часть где тоже нужно продезинфицировать перекись все-таки вглубь глубоко она не просачивается в самой ткани дезинфицируют только то что уже испорченная да куда она может все-таки проникнуть а вглубь ткани конечно же перекись не проникает и перекись она не лечит а перекись только дезинфицирует как я уже сказала это только первый этап когда уже все хорошенько прошипела можно промокнуть перекисью с помощью ватной палочки или ватного диска просто промокнуть излишки перекиси водорода чтобы все быстрее просохло до сэкономить себе время ну кстати после перекиси все уже гораздо лучше нет уже такого черноты практически все зачистили выглядит этот пенек уже намного лучше максимально зачищаем сколько можем чтобы не было ничего черного и приступаем к вторичной обработки по второму этапу так сказать при работе с гнилыми орхидеями конечно же всегда должен быть под рукой фунгицидный препарат сегодня я буду использовать фундазол но также для этой цели хорошо подходит максим фундазол он идет в виде порошка продается в разных фасовках поэтому ищите в своих магазинах или заказывайте в интернете сейчас и вот добавлю сначала порошочек порошочек разводим простой я водичкой тепленькой нам нужна консистенция сметанки поэтому добавляем немножко водички и хорошенечко все это размешиваем он примерно такая консистенция у нас и должна получиться прям такая густенькая сметанка чтобы можно было потом это все намазюкать на орхидейку хорошенечко размешаем сейчас и будем наносить сразу могу сказать что фундазол найти сложнее чем максим максим все-таки есть в большинстве магазинов но фундазол он глубже проникает в ткани растения максим все-таки в более поверхностный препарат а фундазол очень глубоко проникает и лечит получается сильнее и вот сейчас вот этим растворчиком до такой как получился как сметанка я все здесь хорошенечко обработаю я наверное даже вот так вот полью что проникла прям во все во все щелки вот так на прям идеально вот таким вот образом я тут все и обработаю так немножечко шею вот здесь как раз корень гнилой который обрезали вот так вот все и обработаю вот таким вот образом получается как я уже сказала первый этап был все это обеззаразить а второе это уже лечение фундазол впитается впитать впитается прям в ткани и получается вылечит орхидею гнить в этом месте она больше не будет поэтому пусть теперь вот так вот она и высыхает на этом я ее сейчас оставлю в покое но конечно же у нее будут еще обработки я их вам обязательно покажу дневыми орхидеями все-таки нужно повозиться что вы получите прекрасную детку или все-таки заставить орхидею расти и сейчас на этом этапе я орхидейку оставляю в покое ей уже будет намного легче но обработки еще будут поэтому обязательно подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео и буквально уже совсем совсем скоро я вам покажу следующий этап обработки этой гнилой орхидеи для того чтобы она дала нам сочную замечательную детку всем любви всем удачи всем до новых встреч